Уважаемый Крем Кожевканович, уважаемые участники совещания, в рамках исполнения поручений главы государства данных на заседании Совета Безопасности 10 июня специально созданной рабочей группой разработан проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Законопроект включает поправки в 6 кодексов и 18 законов по ряду направлений. Во-первых, ужесточается ответственность за преступления экстремистского и террористического характера путем увеличения нижних и верхних пределов сроков решения и ограничения свободы, введения норм о конфискации имущества в качестве обязательной меры наказания за экстремизм и терроризм. Во-вторых, дальнейшее совершенствование законодательства о защите объектов, уязвимых в террористическом отношении. Охранные организации будут включены в число субъектов, ответственных за обеспечение антитеррористической защиты охраняемых ими объектов. В случае уклонения от исполнения антитеррористического законодательства предусматривается возможность приостановления деятельности объектов, недостаточно защищенных в антитеррористическом отношении до устранения нарушений. В-третьих, планируется усиление контроля за оборотом оружия, включая ужесточение административной ответственности за нарушения законодательства в данной сфере, предоставление подразделениям органов внутренних дел полномочий по проверке в особом порядке объектов, на территории которых имеются оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, установление особых требований к организациям, осуществляющим охрану таких объектов, введение альтернативной последственности органов внутренних дел и национальной безопасности по преступлениям в сфере незаконного оборота оружия, нелегальной миграции и наркобизнеса. Законопроект согласован с госорганами, в установленном порядке внесен в правительство. Рабочей группой рассмотрены и одобрены подходы к разработке законопроектов о дактилоскопической и геномной регистрации, о контрразведковой деятельности, подходы госорганов по развитию центров реабилитации приверженцев, радикальных религиозных течений, созданию интегрированной системы миграционного контроля и решению других вопросов. По каждому направлению рабочей группой даны поручения госорганам по реализации выработанных мер. Дополнительно проработаны вопросы организации массовой СМС-рассылки с указанием интернет-ресурсов, которые содержат информацию о порядке действий граждан при угрозе теракта. Внесение изменений в программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013-2017 годы. Создание так называемых «горячих линий» при антитеррористических комиссиях. Работа в рамках рабочей группы в данном направлении продолжается и взята на особый контроль. Доклад закончен.